На улицах и дорогах Самары приоритет отдается расчистке проезжих частей, расширению тротуаров и других пешеходных зон, приведению в порядок перекрестков, выходов на пешеходные переходы, въездов на внутриквартальные территории, а также подходов и подъездам к больницам, образовательным учреждениям и другим объектам социальной инфраструктуры. В частности, у губернского рынка работы по расчистке снега вели с самого утра, чтобы люди еще и могли спокойно закупаться продуктами к выходным. По улице Коммунистической трудится бригада МП благоустройства из четырех человек. Вручную лопатами очищают пешеходные переходы. А помогает дорожным рабочим мини-погрузчик, который, ловко маневрируясь, очищает снег с тротуаров и обочин дорог. Хорошая техника, удобная. По сравнению с МТЗ для тротуаров, а для маленьких объектов, это вообще изумительная техника. Большая техника в снегопад тоже имеет свои плюсы. Тракторы очищают широкие улицы, тротуары и другие пешеходные зоны. Погрузчики загружают собранный снег в самосвалы. На основные транспортные артерии города для расчистки вышли автопоезда. Каждая такая колонна снегоуборочных машин, которые следуют уступам, за один-два проезда может привести в порядок улицы с тремя полосами движения по одному направлению. Значительная часть снега сметается с проезжей части в крайний правый ряд – приладковые зоны дорог. После сметания идут погрузчики или грейдеры, которые формируют снежные валы, прижимая их как можно ближе к бортовым камням. А если имеется обочина, то валы сдвигают на нее для последующего вывоза. В ручном же режиме рабочие очищают подходы к социальным объектам, остановкам общественного транспорта, выходам на пешеходные переходы, тротуары со спусками и лестницами. Кроме расчистки в обязательном порядке ведется противогололедная обработка. С начала снегопадов от ликвидации обледенений и предотвращения образования снежных накатов уже было израсходовано около 1900 тонн противогололедных материалов – галита, песчано-соляной смеси. Всего за минувшие сутки город, включая дороги, скверы, бульвары, парки, набережную, а также внутриквартальные территории, расчищали и обрабатывали 3364 дорожных рабочих и дворников, 299 единиц снегоуборочной техники. Профильные службы используют не только собственные ресурсы, но и привлеченные. В основном сторонние организации предоставляют по договорам самосвалы для вывоза снежных накоплений, разногабаритные погрузчики, уборщиков. Все эти работы продолжатся и в ночь, когда уборка не будет создавать помех движению транспорта, чтобы к утру жителям было комфортнее добираться на работу и по своим делам. Основная задача – это к началу движения транспорта и перемещение жителей от места проживания к месту приложения труда, к рабочим местам, обеспечить возможность перебойного движения общественного транспорта. Поэтому основная работа в основном проводится в ночь, по дутору дополнительно производится превентивная обработка производительных частей антигвалидными материалами, даже не зависит от интенсивной осадки. Не прекращается и работа по вывозу снега на площадки для временного складирования. За эту неделю только с уличной дорожной сети было доставлено уже более 5000 тонн зимних накоплений. В настоящее время прием снежных масс ведут на трех муниципальных площадках. Пока этого достаточно. В дальнейшем планируется задействовать еще четыре частные. Капризы небесной канцелярии держат в донусе и коммунальные службы внутригородских районов Самары. Ресурсы районных служб благоустройства, управляющих компанией ТСЖ, ЖСК, ТСН на этой неделе задействованы максимально. Организована расчистка и обработка дворовых и внутриквартальных проездов, тротуаров, лестничных спусков, входных групп подъездов и придомовых, а также неразграниченных территорий. Координацию осуществляют главы внутригородских районов. Чтобы снегоуборочная техника работала беспрепятственно, владельцам личного транспорта напоминают о необходимости освобождать кромки дорог. По возможности переставлять автомобиль на уже расчищенные места. Коммунальщики просят не оставлять надолго машины и в зоне контейнерных площадок, чтобы вывоз мусора был своевременным. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.